8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки. Дата приурочена ко дню создания Академии наук, которая была учреждена Петровым I 28 января 1724 года. В праздничный день губернатор Игорь Руденя провел встречу с представителями ведущих вузов региона и предпринимательского сообщества в режиме видеоконференц-связи. Обсуждались перспективы реализации на территории Верхней Волжи экологических и климатических проектов. Никита Васильев продолжит. Тверской государственный технический университет сегодня один из ведущих вузов Верхней Волжи. А из года в год в университете растет публикационная активность, причем в достаточно авторитетных научных журналах. И даже несмотря на сложный период, связанный с пандемией коронавируса, ученые ТВГТУ продолжают выступать на научных конференциях как всероссийских, так и международных. За прошедший год у нас финансирование научных исследований увеличилось почти на 100%. За счет того, что наши ученые выиграли много грантов по линии таких фондов, как РНФ, продолжают свои исследования по грантам фонда РФФИ. При этом, как рассказывают в высшем учебном заведении, значительная часть этих исследований посвящена достаточно актуальной на сегодняшний день теме, а именно решению важных климатических проблем. В прошлом году Владимир Путин подписал указ о мерах по реализации государственной научно-технической политики в области экологического развития и климатических изменений, в рамках которого разрабатывается комплекс мероприятий до 2030 года. В ходе общения с представителями вузов региона губернатор Игорь Руденя отметил, что Тверская область намерена принимать активное участие в их реализации. Это и работа по научным исследованиям, это прогнозы, это реализация климатических проектов разных форматов, которые направлены на улучшение состояния окружающей среды и снижение негативного воздействия парниковых газов. И, конечно, наша новость является самым крупным в ЦПО, и мы имеем мощнейший потенциал для реализации этого направления. Также Игорь Руденя обозначил основные направления реализации в регионе климатических проектов, использование природной экосистемы Тверской области для снижения выбросов парниковых газов и ESG-принципов в агропромышленном комплексе. В настоящее время в регионе ведется подготовка к реализации проекта по сокращению и предотвращению выбросов, увеличению их поглощения. В Верхней Волжье проводятся комплексные мероприятия по восстановлению торфянников. Обсуждались в ходе круглого стола и другие направления работы. В частности, рассматривался вопрос создания сетевой структуры по координации и управлению реализацией экологических проектов Тверской области. Его основной целью является создание условий для устойчивого социально-экономического развития, повышение качества жизни жителей Тверской области благодаря реализации мер адаптации к изменениям климата и защиты окружающей среды. Так называемый углеродный урожай, который можно собрать с помощью современных технологий на территории нашего региона, это наш очень большой потенциал. В завершении встречи Игорь Аруденя поздравил участников с Днем российской науки, поблагодарил их за работу. Субтитры создавал DimaTorzok